Федор Емельяненко родился 28 сентября 1976 года в украинском городе Рубежном, по знаку зодиака он весы. Владимир Александрович, отец будущего спортсмена, работал сварщиком, мать Ольга Федоровна, преподаватель в училище. Федор был вторым из четырех детей. В 1978 году семья перебралась в Россию, поселившись в городе Старом Оскоре. Там они жили в коммунальной квартире, семейству досталась небольшая комнатка, изначально предназначавшаяся для сушки белья. В возрасте 10 лет Федя записался в секцию дзюдо и самбо, где тренировался под руководством Василия Гаврилова. Мальчик отдавал все время тренировкам, иногда даже оставался в спортзале на ночь. Будущему спортсмену приходилось водить с собой на тренировке младшего брата Сашу, которого ни с кем было оставить. Александр Емельяненко тоже стал профессиональным атлетом. В молодости братья крепко дружили, но затем между ними начался скрытый конфликт. По словам Александра, Федор не ценил готовность близких оказать помощь, окружил себя подхалимами, которые никогда не скажут правду. Старший Емельяненко в долгу не остался, назвал брата опасным для общества человеком и добавил, считаю ниже своего достоинства постоянно реагировать на твою ложь. Ты назвал моих близких подхалимами и ты мизинца их не стоишь, поэтому ты не в моем окружении. Подхалим, это ты, Иуда. Мне жаль, что страдают люди, которые оказались рядом и поддержали тебя в сложную минуту. Спустя год успешных тренировок Федору как перспективному ученику предложили перейти в класс Владимира Воронова. После окончания средней школы он пошел учиться в ПТУ, получил красный диплом электрика. Тогда же в молодости начал задумываться о спортивной карьере. В 1995 Емельяненко призвали в ряды российской армии, где он прослужил до 1997. За годы службы, не забывая об интенсивных тренировках, парень увеличил мышечную массу более чем на 20 килограммов. С 2003 по 2009 год Федор учился на факультете физической культуры и спорта Белгородского государственного университета. В этом же учебном заведении спортсмен прошел аспирантуру. Вернувшись из армии, Федор Емельяненко стал победителем международного турнира, проходившего в Курске, и получил звание мастера спорта под дзюдо и самбо. Через год Федор стал бронзовым призером двух первенств России, под дзюдо и самбо, а также завоевал серебряную медаль чемпионата вооруженных сил по боевому самбо. А победа на престижном международном турнире класса в Москве принесла ему звание мастера спорта международного класса по самообороне без оружия. В следующем году Емельяненко вошел в самбистскую сборную России и вместе с ней взял командное золото на чемпионате Европы, который проходил в Стамбуле. В конце 90-х годов спортсмен перешел в ММА, избрав для сотрудничества Японскую ассоциацию под названием Рингс. Под эгидой этой организации Емельяненко провел 11 боев, проиграв лишь один раз. Неудача настигла его в финальной схватке, соперник нанес Федору запрещенный удар локтем. В результате двойного рассечения россиянин выбыл из борьбы. В 2000-м боец начал усиленно изучать технику бокса под руководством Александра Мечкова. В это же время он присоединился к Russian Top Team. Через три года Емельяненко покинул клуб, указав на недобропорядочность управляющего Владимира Погодина и заключил контракт с Red Devil Fighting Team. В 2001 году русский спортсмен все-таки стал чемпионом Рингс. Затем, заметив успехи Федора, промоутеры пригласили его в организацию ММА Pride. Емельяненко считает, что именно здесь состоялись его лучшие бои. Победой закончились встречи с голландским спортсменом Сами Шилтом, американцем Хитон Херингом, бразильцем Антонио Родриго Нагейрой, который оставался непобежденным до этого в течение шести лет. Особенно удачным в биографии российского борца считается 2004 год, победы шли одна за другой. Сначала спортсмен победил Марка Коумена, затем Кевина Рюндлмана. В последний день декабря Емельяненко уже во второй раз встретился на ринге с Нагейрой и выиграл бой, подтвердив чемпионский титул организации. В 2005-м состоялся бой против самого опасного противника в японском периоде карьеры, хорвата Мирка Крокопа. Эту встречу назвали одной из лучших в карьере российского богатыря и присудили ей статус боя года. Постепенно статистика Емельяненко стала меняться, начались поражения. В последующие годы Федор провел ряд боев, которые не были столь показательными, а в 2006-м году Прайд обанкротился. Вопреки слухам о том, что Емельяненко будет драться в знаменитом американском восьмиугольнике Беллатр, он выбрал М1 Глобал. В этот период боев у него стало гораздо меньше, что компенсировалось повышенным вниманием к Федору на родине. Далее последовала схватка с представителем Кореи Хон Ман Чоем, которая закончилась яркой победой российского бойца. Затем, одолев Тима Сильвию, Емельяненко стал чемпионом ВАМа, новый титул атлет защитил в 2009 году, встретившись с Андреем Орловским из Беларуси. Ожидаемым событием стало подписание контракта с Трикэфорс, согласно которому спортсмен обязан был провести три боя. В первом против Брета Роджерса, Федор выиграл. Другие два встречи, с Фабрицией Вердумом и Антонио Силвой, а также последующий бой с Дэном Хондерсоном окончились для него поражениями. Тем не менее, россиянина по-прежнему называли одним из лучших в боях без правил. Неудачи оставили неприятный осадок в душе спортсмена, и он впервые заговорил о возможном завершении карьеры, но вскоре порадовал болельщиков новыми победами и нокаутами. В конце 2011 года Федор взял верх над Джеффом Мансоном, за что удостоился поздравления президента России Владимира Путина, а через несколько месяцев провел успешный бой с Педро Резо. После этой схватки Емельяненко объявил, что покидает ринг. 14 июля 2015 года Федор официально заявил о намерении возобновить спортивную карьеру. Возвращение последнего императора состоялось в поединке против индийского бойца Джайдипа Сингха. Автор-исполнитель песен Семен Слепаков даже сочинил композицию о знаменитом спортсмене. Сам Емельяненко в интервью представителям СМИ заявил, что песня ему не понравилась. В 2016 году состоялся бой Федора Емельяненко против бразильца Фабиа Мальдонадо. Встреча проходила в рамках культурной программы на Петербургском международном экономическом форуме 2016. Российскому бойцу изначально эксперты спрогнозировали победу, но пришлось почти зубами вырывать триумф у соперника. Видео этого боя стало популярным в сети. В 2017 Федор подписал контракт с Белатов. Уже в феврале планировался первый поединок Емельяненко в новом промоушене. На этот раз его соперником должен был стать американец Мэтт Метрион, но бой не состоялся из-за болезни последнего. Встречу Емельяненко с представителем США перенесли на июнь 2017 года в Сан-Хосе. То сражение закончилось для Федора поражением техническим нокаутом. В 2017 году спортсмен прокомментировал инцидент с избиением вице-президента Союза ММА Радмира Габдулина братьями Гаджимурадом и Гамзатом Хиромагомедовыми, также являющимися членами организации. По словам Емельяненко, подобные действия не должны остаться безнаказанными. Сам Федор, будучи президентом Союза, отстаивал принятые во всем мире правила, что послужило источником конфликта с двоюродным братом главы Чеченской Республики Адамом Делимхановым. Последний угрожал Емельяненко за то, что тот осудил детский турнир ММА с участием сыновей Рамзана Кадырова. В 2018 году Емельяненко записал в свой актив победу в одном четыре финала Гран-при тяжеловесов Беллатр над чемпионом UFC Фрэнком Миром, в полуфинале над Чайлом Саненом. В финале турнира победитель получил пояс чемпиона второго по значимости промоушена в мире. Финальный поединок за титул чемпиона мира по версии Беллатр в 2019 рассматривался как шанс 42-летнего Федора громко хлопнуть дверью и со спокойным сердцем уйти на покой. Завершение карьеры последнего императора получилось бы поистине эпичным, несравнимым ни с чем. К тому же соперник попался достойный, Райан Бейдер, последний раз проигрывавший в 2016 году и на пути к бою с Емельяненко, одолевший решением судей знаменитого Метриона. Однако феерического зрелища не получилось. Или получилось, но оно повергло в шок поклонников Федора и экспертов, россиянин не успел нанести Райану ни одного удара и проиграл нокаутом на 35-й секунде. Глава Беллатр Скотт Кокер после боя сказал, что Емельяненко не обязан больше драться, поскольку добился в карьере всех вершин. Кроме того, контракт с Беллатр был завершен, и теперь спортсмен сам решал, продолжит ли карьеру. Такого же мнения придерживался тренер Федора Питер Тайся, добавив, что независимо от принятого подопечным решения тренировать его больше не будет. О планируемом завершении выступлений сообщил и сам атлет в интервью. Он рассказал о своем состоянии после нокаута, а также о планах на предстоящий прощальный тур. Однако позднее Кокер предложил организовать в Москве завершающий бой Федора с хорватским атлетом Мирко Крокопом Филипповичем. Из 45 поединков только семь Емельяненко провел на родине, поэтому выбор столицы России в качестве площадки для сражения тяжеловесов ММА – это знак уважения по отношению к российскому бойцу. Но стороны не пришли к единому решению. 29 декабря 2019 года состоялся бой Федора Емельяненко и Куинтона Джексона. Этот поединок стал первым в прощальном туре российской звезды смешанного стиля. Встреча двух легенд прошла в рамках БеллатР и X-резин в Японии. Емельяненко одержал победу над Куинтоном Рампейджем Джексоном в первом раунде после нокаута. Федор продолжил свою карьеру на ринге. У россиянина был подписан контракт с БеллатР еще на два боя. Эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в график поединков лиги. Ожидалось, что следующий выход на ринг Емельяненко совершит летом 2020-го. Летом 2021-го стало известно, что в октябре боец встретится в поединке с Тимоти Джонсоном в БеллатР на ВТБ-арене. Многие предположили, что эта схватка станет последней в карьере Федора, однако спортсмен в интервью отметил, что сам будет решать, сколько еще будет бороться. Также чемпион рассказал в беседе с журналистами, почему не стал выступать в UFC. Стиль Федора Емельяненко отличал его от коллег. Боксерская техника атлета основана на ударах, которые он проводил по круговым траекториям, поэтому спортсмен представлял для противника опасность именно на близкой дистанции. Усугубляла ситуацию сила удара бойца. Чемпион владеет техникой нокаутирования как правой, так и левой рукой. Порой Емельяненко наносил удары ногами, но только в крайних случаях. Параллельно с боями Федор занялся воспитанием собственной команды. Идея создать проект из талантливых молодых борцов-учеников пришла к спортсмену в 2015-м, во время переговоров с японским промоушеном «Резин». Для этого Емельяненко отобрал лучших и перспективных парней, которых нашел в родном старом Осколе. Борец проявил себя в новом деле не только как тренер подрастающей смены, но и как менеджер. Федор создал для команды условия для тренировок, а также поспособствовал участию своих подопечных в боях «Резин», «Файт Найтс», «Беллатр». В последнем борцы задержались надолго. Для детища последнего императора подобрали яркое и запоминающееся название «Феда Тим». Проект стал заметным в «Беллатр», но другим спортсменам было трудно попасть в команду. Емельяненко лично занялся продвижением карьеры каждого из участников его семьи, вел переговоры, выбивал хорошие гонорары для бойцов. Те, в свою очередь, ответственно подошли к процессу, выкладывались на тренировках и состязаниях по полной. Помимо спорта Емельяненко проявил себя в других областях общественной и творческой деятельности. В 2009 году он снялся в фильме «Ключ Саламандры», где сыграл роль спеценозавца. Ранее вышла книга Феда «The Fighting System of the World as Undisputed King of MMA» Федор «Боевая система неоспоримого короля ММА», посвященная жизни бойца и его спортивным достижениям. Сам он позднее стал соавтором издания «Самбо. Наука побеждать». В 2007 Емельяненко занялся политикой. Он вступил в партию «Единая Россия», а уже через три года был избран депутатом Белгородской областной думы. В 2012 он вошел в состав Совета по развитию физкультуры и спорта, позднее стал советником министра спорта России. Тогда же Союз смешанных боевых единоборств России избрал легенду ММА своим первым президентом. Емельяненко в 2011 году стал лицом бренда спортивной одежды «Форвард» и отдельной линейки собственного имени. В качестве музыкального сопровождения для выхода на ринг Федор нередко использовал эпичные композиции, в частности треки группы Ира. В 2021 году в СМИ появились статьи, сообщающие, что россиянин стал учащимся магистратурой Воронежского государственного аграрного университета имени Петра I, Емельяненко выбрал факультет агрономии, агрохимии и экологии, где начал изучать направление садоводства. На вступительном этапе абитуриент успешно сдал экзамены по виноградарству и плодоводству. Свидения о личной жизни Емельяненко не богаты на подробности. С Оксаной, своей первой женой, Федор познакомился в пионерском лагере, будучи школьником. Он пребывал на спортивных сборах, а она была пионер-вожатой. Отношения у ребят были достаточно серьезные, девушка ждала парня из армии. В 1999 пара сыграла свадьбу, в том же году Оксана родила дочь Машу. Брак продлился семь лет, в 2006 году супруги оформили развод. В конце 2007 года у Федора Емельяненко и его подруги Марины родилась девочка, которую назвали Василисой. Через два года пара документально зарегистрировала союз, а еще через год у них появилась дочь Елизавета. В 2013 году спортсмен разорвал отношения с Мариной и сошелся с первой супругой. С Оксаной они прошли обряд венчания в церкви зимой 2014. В 2017 и 2019 Федор стал отцом еще два дочерей. Имена детей не разглашаются. Вместе с семьей боец жил в старом Осколе, где у него собственный дом. Есть у Федора и квартира в московском районе Якиманки. С момента начала политической карьеры спортсмен переехал в столицу. В 2019 году Емельяненко поучаствовал в проекте строителя Сергея Ладыги по возведению деревянного гостевого дома на загородном участке. Поклонники внимательно следят за новостями из жизни кумира. Фото и сведения о физических данных. Рост Федора – 183 сантиметра, вес – 107 килограммов. Легенды российского спорта доступны в сети. Личный сайт Бойца редко обновляется, но есть страница в Инстаграме.